всем привет с вами ирина хочу показать вам свою орхидейку ванду она у меня очень хорошо начала растить листики я думаю что вы помните что она у меня когда была цветущая у нее роз вот этот молодой листик она у меня уже отцвела нужно срезать цветоносно все никак руки даже не доходят цветонос срезать потому что очень много растений каждый раз их нужно опрыскивать поливать каждый раз много работы много забот так что я уже обязательно доберусь и удалю вот этот вот засохший цветоносе я думаю что вы помните я вам говорила что как-то я во время не полила ванду и она у меня засушила всю верхушечку теперь я стараюсь поливать ее вот и она у меня начала растить второй листик вы видите у нас два молодых листика и только сегодня я заметила кое-что интересное обычно я ее снимаю вот она у меня висит здесь вот на шнурочке я ее снимаю несу в ванную я вам уже показывала вешаю в ванной на колонку и поливаю ее полностью по листочкам по корешкам с листочков вода очень хорошо стекает потому что листочки у нас не словно как лодочки да то есть здесь у нас так прям плоско ну то бишь листочки сделаны растут таким образом что вся водичка просто вот так вот стекает 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 все но не застаивается поэтому можете не переживать у нас очень сильный ветер вы видите как шатает растение из-за этого сильного ветра мне пришлось цимбидиумы спустить вниз видите что происходит я вам покажу за окошком вот так вот шевелятся цветочки вот и мои цимбидиумы чуть не упали вниз кстати меня просили показать полочку насколько она широкая полочка у меня достаточно широкая муж и сделал ее так вот на быструю руку вырезал ее и поставил здесь вот к подоконнику подоконник у меня один сплошной он весь идет вот под таким вот наклоном и сплошной на все три окна но доступ ко всем подоконникам конечно очень немножко немножко как бы проблематично в данный момент у меня вот это окошко открытое потому что это окно у меня здесь телевизор и между прочим по подсказке одной из девушек я вот эту вот прозрачную тюль повесила между окнами очень классно во первых появилось место на подоконнике и очень хорошо притеняет от солнышка и не нагревается растение но вернемся с вами корхидеи ванда я ее ношу ванную поливать она у меня стекает час-два бывает что могу забыть и на три-четыре часа и и оставить в ванной для того чтобы с корешков стекла вода после этого я ее с ванны несу обратно сюда в комнату и стараясь вешать на одно и то же место и одной и той же стороной то есть вот это вот вот так вот она у меня повернута да из получается одна моя детка которая побольше она смотрит в окошко а вот и так как я ее всегда снимаю и вот так вот вешаю то есть несу ее от себя так поэтому крайне редко я заглядываю на вот эту сторону сегодня я решила посмотреть я ее взяла за горшочек развернула ребят я вам покажу что я увидела а ну-ка смотрите у нас появилась третья деточка третий третья растюшечка растет вот негаданно нежданно причем вы видите что это такой уже подросток проклюнулся и я честно приятно удивлена вообще как я могла не заметить я вам уже объяснила как я ношу эту орхидейку я ее вот так вот снимаю несу от себя вешаю вот так вот ванну поливаю также и и снимая несу обратно так что это было для меня очень и очень приятным таким сюрпризом так что у нас одна деточка вы видите такой хорошенький уже подросток вторая чуточку поменьше и появилась еще одна крошечка так что мамочка наша растит уже и третьего ребеночка девочки спрашивали меня как я удобряю ванду по корням так чтобы их не обжечь дело в том что это растение я не удобряю никаким удобрением я использую только мжелку мжелку я думаю что многие помнят вот эту вот мжелку я использую вот этой мжелкой я практически каждое утро прохожусь вот так вот по корешкам очень интересно когда начинаю опрыскивать корешки корешки начинают смотрите они начинают просто слегка темнеет то есть они впитывают влагу и приобретают более такой зеленоватый оттеночек да и сейчас побрызгать чтобы вы видели как выглядит политые корни у ванды вот я вот таким вот образом обрызгиваю и посмотрите как они зеленеют нижние у нас светленькие корешки так а верхние у нас более такие зелененькие потому что они уже увлажненные вот таким вот образом я опрыскиваю корешки особо я ничего такого не делаю и так как сейчас стало у нас опять очень жарко у нас 35-36 градусов на улице поэтому я через день ношу растения в ванную и поливаю полностью как я вам и говорила самого верха то есть душем тепленьким проливаю полностью все и в листики затекает водичка очень даже хорошо во первых пыль смывается так как у меня открытое окошко постоянное и внизу дорога пыли у нас очень много очень очень поэтому в этом у нас очень такая большая проблема но это все решается смывается абсолютно нормально душиком так что наша вода растет листики растит деточку растит корешки у нас отличные все у нас хорошо я очень переживала за эту ванду я думала что как мы с ней найдем общий язык потому что это растение все-таки нужно достаточно часто поливать особенно особенно если у нас появится цветонос так что если у вас есть ванда и она начинает растить цветонос поливайте и и по крайней мере по корням старайтесь опрыскивать каждый день потому что если вы сделаете такую просушку то ваша ванда скорее всего что она может засушить бутоны поэтому во время роста цветоноса и во время формирования бутонов ей нужен очень такой хороший и регулярный полив так что не забывайте об этом и поливайте свое растение так что вот так вот выглядит моя ванда на сегодняшний момент у нас все хорошо вы видите растение в очень хорошем состоянии ничего такого с ней не случалось ну то что вот она была с такими вот механическими повреждениями но это на рост абсолютно не влияет в целом растение абсолютно нормально и здорово и уход абсолютно несложный главное вовремя и и и поливать если у меня нет возможности и и полить мы вот я утром и и просто опрыскиваю опрыскиваю полностью самым первым таким вот признаком когда поливать ванду можно посмотреть вот здесь вот где у нас столбик до попробую показать вам чуть поближе вот здесь вот вы видите такие вот словно вот как будто вот она начинает подсыхать да вот сохнуть вот то есть вот если мы будем обращать внимание на вот эти вот такие вот словно морщинки до что вот растение начинает морщиться это в первую очередь сигнал того что растение нужно полить то есть растению уже все таки не хватает немножко влаги поэтому это растение нам нужно опрыскать не бойтесь опрыскивать полностью все растение абсолютно с ним ничего страшного не будет первое время я тоже боялась но теперь это абсолютно делаю нормально посмотрите сверху без всяких абсолютно и macика поливая с одной стороны опрыскиваю с другой стороны корешки все опрыскали и растение витывает по-немхожечку влагу конечно же тоже не маловажно старайтесь поливать и опрыскивать растения в первой половине дня когда достаточно светло не нужно опрыскивать растения и поливать во второй половине дня и особенно вечером когда уже солнышко уходит на закат вот лучше все-таки в первой половине дня потому что все мы знаем что в корешках происходит у нас фотосинтез и после полива нам нужен свет разве что если у вас есть досветка и вы растения досвечиваете тогда пожалуйста можно и во второй половине дня также опрыскать растения и опрыскать корешки так что вот так выглядит на сегодняшний момент моя ванда вам всем огромное спасибо за внимание если у вас будут возникать еще какие-то вопросы по поводу этого растения задавайте под этим видео по возможности постараюсь ответить на все ваши вопросы всем огромное спасибо за внимание подписываемся на канал ставим лайки и до новых встреч пока пока